Я очень признателен организаторам конференции за возможность выступить с докладом о разработке гуманизированных антител против антигена PREIM для лечения злокачественных опухолевых заболеваний. Антиген PREIM сегодня уже упоминался, так что это будет некое развитие этой темы. Здесь показаны источники финансирования. Поддержку Министерства науки получил наш коллаборатор, это Московский государственный университет, биологический факультет. PREIM, Preferentially Expressed Antigen of Melanoma, был обнаружен у больных меланомой по способности активировать и распознаваться специфическими цитоксическими теллимфоцитами. Здоровых людей слабая экспрессия данного онкобелка наблюдается в семенниках, в яичниках и в эндометрии. Гиперэкспрессия онкомаркера PREIM характерна для различных опухолей, в том числе практически в 100% случаев. Мы можем наблюдать экспрессию гена PREIM и белка PREIM у больных меланомой, а также у больных другими солидными опухолями. И, кроме того, ген PREIM активируется при гемогластозах. Ген PREIM активирован у половины всех онкобольных. Таким образом, если бы уже сейчас в арсенале онкологов, онкогематологов были бы препараты, направленные на PREIM в качестве мишени, и показания для применения таких препаратов были бы для очень большого числа онкобольных. На данном слайде показана схема современного представления о биологической роли онкобелка PREIM. Онкобелок PREIM входит в состав кулин-2-убиквитин-киназной системы, и благодаря этому он постоянно циркулирует между аппаратом ГОЛДЖИ, цитоплазмой и ядром, где он принимает участие в транскрипции ряда генов, а также убиквитинирует белки, направляя их в протеосому для деградации. И совершенно неожиданным оказалось, поскольку данная схема не предполагает присутствие белка на поверхности клеток, то, что этот белок всё-таки находится на поверхности опухолевых клеток. Это было обнаружено нами благодаря разработанным нами моноклональным антителам. Как видно на данном слайде, с помощью иммунофлуоресценции мы наблюдаем экспрессию белка PREIM в клетках меланомы как в ядре, так и на поверхности этих клеток. PREIM экспрессируется на поверхности клеток различных солидных опухолей, а также, как это показано с помощью этого метода иммунофлуоресценции, на поверхности некоторых онкогематологических опухолей. Данный результат подтверждён также и с помощью проточной цитофлориометрии. Для того, чтобы проверить, может ли PREIM являться мишенью для иммунологического воздействия, для подавления роста положительных опухолей, нами была разработана животная модель, представленная на данном слайде. Мы получили клетки меланомы мыши B16F10, которые стабильно экспрессируют человеческий белок PREIM. Поверхностная экспрессия онкобелка PREIM на данных опухолевых клетках, мышиных клетках показана различными методами, в том числе и проточной цитофлориометрии. В предварительных экспериментах мы получили следующий результат. Оказалось, что частота поражения опухолей мышей существенно ниже в том случае, если у мышей развивается гуморальный ответ. Как мы слышали уже из предыдущего доклада, долгое время полагалось, что гуморальный ответ вовсе не обязателен для того, чтобы ставить рост опухоли под контроль. Оказалось, что в том случае, если у мышей развивается очень высокий титр к этому антигену, то рост опухоли вообще не наблюдался. Если же наблюдался, то он был очень незначительный, и часто опухоль спонтанно регрессировала. Таким образом, мы подобрали концентрацию антигена, благодаря которой при иммунизации животных мы получаем стопроцентную реакцию со стороны гуморального ответа, которая подавляет рост опухоли. Причем такими свойствами обладает как чистый рекоменантный белок, прейм человека, так и прейм вместе с одевантом. Любопытно, что после инокуляции введение опухоли, прейм-экспрессирующие иммунизированным животным, у них продолжается повышение титра антигену. Мы анализировали также некоторые клеточные иммунные реакции, и на данном слайде показано, что иммунизация мышей рекоменантным белком прейм, в том случае, если у них растет опухоль прейм-экспрессирующая, у этих мышей выше уровень интерферона гамма и фактора некроза опухоли. Кроме того, мы наблюдали существенный сдвиг в соотношении CD4-CD8 тримфоцитов, и мы видим, что этот сдвиг более существенный у тех лабораторных животных, которых мы иммунизировали раково-тостикулярным антигеном прейм, чего мы не наблюдаем в том случае, когда мы применяли неспецифический раково-тостикулярный антиген ГЭЙЧ-1. Таким образом, и еще один слайд это подтверждает, мы наблюдали кроме гуморального, также и специфический иммунный ответ клеточный против данного антигена, в данной модели, в животной модели. Мы видим на данном слайде, что сплиноциты, полученные от мышей, у которых росла прейм-экспрессирующая опухоль, эти мыши были иммунизированы прейм. Мы видим, обнаруживаемый с помощью Элиспот-анализа повышенную экспрессию гамма-энтерферона. Мы прямо в микроскоп наблюдали очень быструю реакцию, быстрый лизис мышиных, мышиной меланомы B16F10, которая экспрессирует человеческий ген прейм при введении в культуру сыворотки от иммунизированных животных. Это позволило нам предположить, что существует перспектива разработки антител против антигена прейм, которые можно было бы использовать в качестве терапевтического средства. Нами была получена серия гибридом, который секретирует моноклональные антитела, распознающие высокоспецифично антиген прейм человека. И эти антитела мы протестировали на различных опухолях и на различных клеточных линиях. Здесь показано, что ни одно из этих антител не оказывает при различных, даже высоких концентрациях, никакого действия на лимфома Бёркетта, линия РАДЖИ. Линия РАДЖИ, что есть у нас, не экспрессирует антиген прейм. Также ведёт себя и линия ВЕРО, эпителий мартышки. То есть мы видим, что все антитела против антигена прейм, продуцируемые различными гибридомами, полученными нами, не оказывает никакого цитотоксического действия на рост этой линии. Здесь показано меланома мелкор. Тут мелкер обозначено. Мы видим, что также никакой особой реакции цитотоксической мы не наблюдаем. Хотя график стал менее однородным. Эта меланома экспрессирует ген прейм. И мы были разочарованы, увидев такой результат. Однако на других клеточных линиях, например, известной линией КАПИЦУ-62, это эльтробластный вариант хронической мелалейкоза, мы видим, что ряд из антител, некоторых антител, продуцируемых некоторыми из наших гибридомов, оказывает цитотоксическое действие. Следующий слайд – это колоректальная аденокарсинома HT29, которая также экспрессирует спонтанно антиген прейм. Мы видим, что те же самые три гибридомы продуцируют антитела, которые прямо действуют на эту опухоль и ингибируют её рост. Но есть и другие антитела, которые оказывают менее существенное гибриде роста данной опухоли. Таким образом, антиген прейм может быть мишенью для антител моноклональных, но далеко не все из специфичных против прейм антител будут оказывать гибирующее действие. Таким образом, нами обнаружены были нитравиальные свойства анкобелка прейм. Во-первых, он экспрессируется на поверхности опухолевых клеток. Этот результат противоречит основной модели биологической, разработанной, полученной для данного белка. И, кроме того, важный вывод, не каждое прейм-специфичное антитело способно прямо ингибировать рост прейм-экспрессирующих опухолей. Оказалось, что этот результат не является необычным. Антитела, которые проявляют токсичность против прейм-экспрессирующих опухолей, проявляют эту токсичность тем сильнее, чем выше концентрация этих антител. И, кроме того, чем выше уровень экспрессии антигена прейм в опухоли, тем сильнее наблюдаемый эффект. Любопытно, что эбробласты человека VI38, которые в норме нечувствительны к отобранным нами антителам, обладающим цитоксической активностью в отношении прейм, они приобретают эту способность, то есть они оказываются чувствительными в отношении к антителу 6H8, который ингибирует и рост опухоли. Нами были получены секенсы, то есть мы прочитали первичную последовательность вариабельных участков тяжёлых и лёгких цепей антител, которые, как мы видим в предыдущих экспериментах, показали цитоксическую активность. И вот эти три антитела и лёгкие цепи, которые мы прочли, для антител, которые сходным образом ингибировали рост опухоли и примера с одинаковой интенсивностью. Оказалось, что эти антитела продуцируются гибридомами, в которых активны гены, имеющие одно и то же происхождение, то есть это одни и те же герминальные гены. Однако есть небольшое отличие в некоторых заменах, которые здесь вот показаны на данном слайде. Таким образом, мы предположили, что данные три антитела действуют на какой-то один и тот же эпитоп. И мы провели эпитопный анализ. Мы разбили генпрейм на различные участки. И обнаружено было, что есть две группы эпитопов, действие на которых приводит к тому, что происходит подавление роста опухоли. И мы видим, что есть так называемый эпитоп 5D3, на который действуют антитела, обладающие умеренной цитоксической активностью в отношении к прейм, экспрессирующим опухолям, и более активный эпитоп, сидящий также рядом, на который действуют антитела из группы 6H8, F11 и ещё одно третье антитела. Мы получили гуманизированные антитела на основе антитела из этих двух разных групп. Антитела, действующие на разные эпитопы антигена прейм. Мы видим, как показано в данном эксперименте, с помощью технологии Excelligence, которая позволяет в режиме реального времени наблюдать за ростом различных, в основном, прикреплённых клеточных линий. Мы видим, что гуманизированные антитела подавляют рост человеческой аденокарциномы, А549. Это был пример прямого действия гуманизированных антител. На данном слайде показана комплементозависимая цитоксичность гуманизированного антитела 6H8-HOM против прейм, экспрессирующей линии хронической мелоликоза К562. Мы видим, что при этом действует только специфическое антитело, направленное именно против антигена прейм. Другое же гуманизированное антитело, направленное против вируса бешенства, но полученное по той же технологии, никакого воздействия на данную клеточную культуру не оказывает. Оказалось, что полученные нами химерные и гуманизированные антитела сохранили афинность против антигена прейм. И так же хорошо, как и мышиные антитела окрашивают клеточные культуры. И данные антитела мы исследовали на мышиные модели. Мы получили ксенографт в мышах BALB-C-NUD. Это мыши, как известно, тимус, бестимусные, и в них могут расти некоторые культуры человеческих опухолей. И мы видим, что антитела против прейм, как мышиные, так и химеризованные, а также цисклатин в данном опыте, эффективно подавляли рост опухолей данных ксенографтов. И при этом ксенографт успешно рос в том случае, когда мы водили просто ПБС. Нужно сказать, что мы, кроме антитела, вводили также и человеческие мононуклеары. То есть здесь был антителозависимый цитоксический ответ со стороны мононуклеаров человека против опухоли человека. Подобного рода эксперимент с применением уже гуманизированных антител в настоящее время проводится, завершается, и скоро мы будем готовы представить и эти результаты. И в заключение я повторю, что нами было обнаружено, что на поверхности прейм, экспрессирующих опухоли, есть эпитопы, с которыми связываются антитела против данного антигена. Однако не все, но некоторые антитела, моноклональные к этому белку, обладают прямым цитоксическим действием. И причем это цитоксическое действие зависит от того, как сильно экспрессирован в опухолях антиген прейм. Гуманизированные антитела, полученные нами, L5D3-ХУМ и L6H8-ХУМ, связываются с антигеном прейм и обладают цитоксической активностью против прейм, экспрессирующих опухолей. Благодарю за внимание.